Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Символы, которым оказался наполнен визит премьер-министра Индии в Москву, следует изучать внимательно. Ведь Восток – дело тонкое, как говорил товарищ Сухов, и там мелочей не бывает. Начнем с нелепой, на прошлой неделе наши дорогие коллеги и партнеры. Дескать, когда Си Цзиньпин прилетел в Казахстан на саммит ШОС, то его в аэропорту прямо у трапа самолета встречал сам президент Такаев. А вот Путина, мол, Такаев не встречал, и, следовательно, это такой жест пренебрежения, якобы. Шикарный вывод. Сделанный по схеме пол, палец, потолок. Начнем с того, что Путин просто прилетел на саммит ШОС, как и все остальные мировые лидеры, а Си Цзиньпин совместил это со своим государственным визитом в Казахстан, и поэтому встречали его по-особому. Кстати, свой государственный визит в Россию Си Цзиньпин ни с чем совмещать не стал, счел это вполне достаточным основанием, чтобы приехать. Так вот, Путин не встречал Си Цзиньпина в аэропорту по время его государственного визита, отрядил для этой цели торжественную делегацию во главе даже не с министром, а вице-премьером Чернышенко. В случае с Нарендрой моди почестей было даже чуть больше, встречали точно так же, по высшему разряду, но возглавлял делегацию уже первый вице-премьер Денис Монтуров, третий лицо в государстве. Если кто-то не понял, лидеры великих держав не мотаются в аэропорт. Никогда. Это должен быть экстраординарный случай, чтобы президент США, России, Китая или глава Индии встречал кого-то лично в аэропорту в день прибытия. А вот Ким Чен Ин, да, тот лично встречал Путина в аэропорту. За что тот, кстати, отдельно и очень тепло его поблагодарил. И такая встречал Си Цзиньпина в аэропорту. А вот Байден, Обама, Путин, Си Цзиньпин, Моди так никогда не делают. Потому что не все йогурты одинаковы. Одинаковы. На Западе, естественно, истерика. А чего же еще ждать? Журналисты пишут, что изоляция закончилась. Это, разумеется, чушь. Изоляция никогда и не начиналась, и ни одной минуты не длилась. Визиты на самом высоком уровне как наших лидеров за рубеж, так и иностранных, в Москву, шли постоянно. Закончилось другое, закончилась последняя возможность притворяться, что хоть какая-то мировая изоляция имеет место. Это только Запад самоизолировался. Да и то, буквально на днях у нас был Орбан. А в остальном, Ближний Восток, Центральная Азия, Индия и Китай, Африка, Южная Америка, везде с Россией работали и работают. Но Индия, конечно, особый случай. Особенно интересно, как это видят в самой Индии, там очень тонко подходит к вопросу. Визит Моди посылает сигнал, учитывая контраст с другим саммитом в Вашингтоне. Во вторник президент США Джо Байден встретит лидеров стран НАТО на 75-летнем юбилее. Это будет демонстрация, которая должна продемонстрировать изоляцию. Моди попытался сбалансировать свое присутствие на саммите Большой Семерки в Италии на прошлом месяце, заявила газета Хинду в своей редакционной статье. А это означает «простите, страх, давайте расшифруем». Россия является настолько важным партнером для Индии, что Нарендра Моди не может проводить свою внешнюю политику без учета того, чтобы об этом подумают в Москве. Причем речь идет даже о связах на таком важном направлении, как отношения с Западом. И даже внутренняя пресс признает, что делая какие-то жесты лояльности в сторону Ч-7, Индии приходится потом уравновешивать их взаимодействием с Россией. Потому что Россия для Индии слишком важна. Но вот интересно, почему же все так сложилось? Почему даже третья экономика в мире на минуточку боится огорчить своим поведением и вынуждена учитывать мнение во внешней политике? Индия забрала 100 тонн своего золота из Британии. 100 тонн металла вернулись на родину, чтобы все было предельно ясно. И для Запада это не звоночек и даже не набат, это уже похоронный колокол. Почему? Потому что Запад себя закопал. Цивилизованные джентльмены почему-то думают, что никто кроме них не умеет думать на пару, а то и на сотню шагов вперед. Но истина заключается в том, что незападный мир планирует даже дальше, чем западный и видит для себя надвигающуюся катастрофу. Давайте вспомним школьную арифметику. Итак, берем историю заморозка активов, которые, судя по всему, очень долго еще не будут возвращены. Это первое слагаемое. Прибавим к этому всю риторику про порядок, основанный на правилах санкции и демократии и автократии. Это у нас арифметика. Вспоминает задачки 2-3 класса. И третье слагаемое – это все, что говорит сейчас Запад про разрешение, про вот контингентов и прочие вещи. А теперь, складываем это все. И что мы имеем в перспективе? Запад упорно рвется на капитальную зарубу не только с Россией, но и с Китаем. Заметим, что Россия буквально сегодня потребовала от США прямого ответа. Казалось бы, ну и что? А то, что денег у Запада нет. У Запада отобрали последнее. Запад, скорее всего, не договорится с Ближним Востоком по нефти и как они будут покрывать свои расходы. Подсказка – никак. Нечем и ни из чего. Возникает вопрос о безопасности хранения. Причем, о тотальной безопасности, которая касается сразу всех аспектов. Начиная прямо с физической безопасности золота. Ведь все знают, что есть у России. Все видели, как словно шилом пробивались склады, которые должны выдерживать за сотни килотонн. А вообще Британия в состоянии защитить все хранимое золото от, скажем так, инцидентов. Второй вопрос еще интереснее – сохранность правовая. Наверное, не все уже помнят, с чего эта история началась. Откуда взялась горничная Строскана и многое и другое. Казалось бы, а при чем тут это? Да, в общем-то, при всем, как раз это тут привязано напрямую. И это мы еще не подобрались к самым скандальным деталям. Наверное, все уже хорошенько забыли, а некоторые еще и не знали, что Строскан, директор-распорядитель Международного валютного фонда, был арестован в 2011 году после того, как в ультимативном порядке потребовало от США вернуть 191 тонну золота, которая была передана на хранение в Форт Нокс. США быстро объяснили Строскану, а заодно и всему миру, что от гегемона ничего требовать нельзя. Дело потом закрыли, все благополучно улеглось. А вот вопрос о возврате 191 тонны золота больше не поднимался никогда, никому не хотелось получить вторую горничную, а то и чего похуже. Вот только доверие к США и Британии было убрано на 146%, как нынче модно говорить. С тех пор процесс шел довольно вяло, но совершенно неуклонно. В 2013 году Берлин начал переговоры о возврате своих запасов, и к 2017 году добился того, что из 3370 тонн ему с царского плеча так и быть отдали. 674, четверть. Мир посмотрел на это, почесал репу и сделал выводы. В 2015 уже Нидерланды поставили вопрос о том, чтобы им было возвращено из Лондона 120 тонн их национального золотого запаса. В том же году 140 тонн забрала еще и Австрия. На следующий год уже Турция потребовала вернуть им золото, причем солидно так, сразу 200 тонн. Похоже, что под конец своего правления Байден совершил роковую ошибку, которая может похоронить все мечты и амбиции демократов. Все четыре года власти Байдена именно нефть была его самым слабым местом. Ну не понимает его администрация, как функционирует нефтяной рынок. Не понимала никогда и не хочет учиться. Это представители Бигфармы, Бигцифры, они нефть не любят и презирают. Для них нефть – это враг. Но врага надо знать в лицо, как гласит старинная мудрость, и уж в особенности, если ты собрался с ним конкретно бодаться. Байден полез бодаться с мировой нефтянкой прямо с первых же дней своего правления и собрал вообще все шишки, какие только можно было на этом поприще. Позорно проиграл ближневосточным монархиям и в итоге вынужден был с ними мириться и даже предлагать инвестиции в порядке замаливания грехов. Полностью просчитался, пытаясь побороть возможности России по торговле нефтью. Разругался с Канадой и Мексикой в том числе и по этому вопросу тоже. А теперь совершил свою роковую ошибку. Вот, что пишут эксперты агентства Bloomberg в самих же США. Сокращение экспорта в то время, как ОПЕК и его союзники уже ограничивают добычу, угрожает привести к росту цен на нефть, которые и так находятся на шестимесячном максимуме. JP Morgan предупредил, что мировой эталон Brent может достичь 100 долларов за баррель в этом году, передает агентство Bloomberg. Не все обратили, но перед свежей новостью о том, что в США ожидают нефть по 100 долларов за баррель после отказа Мексики продавать ее штатам, промелькнула другая новость, паническая и запоздалая, когда все уже было решено и необратимо. А именно, Америка вдруг подняла шум, что ее неправильно поняли, что она вовсе не была против того, чтобы Россия продавала нефть Индии. Америка, мол, хотела добиться лишь того, чтобы Россия продавала ее по цене не выше их нелепого потолка. Осталось, как говорилось в известном старом анекдоте, графа уговорить.